Где найти мордоллары, что на них можно купить, ротвейлер, мусоронос и взрывоопасные шалости? Это время ваших новостей в наших новостях. Сегодня интернет-пространство изучала Алена Маскалева. Крупный пожар на станции перегрузки и сортировки мусора в Юрмале стал причиной транспортного коллапса. На участке Ванцпилского шоссе в воскресенье было полностью перекрыто движение транспорта и электричек. В тушении пламени участвовали 50 пожарных, специальный пожарный поезд и даже авиация. Пожару был присвоен повышенный уровень опасности, а юные пиротехники тем временем подорвали канализационный коллектор. Никто из них не пострадал, может потому, что товарищи подбадривали самого смелого комментариями за кадром. Скопившийся в коллекторе газ стал причиной разрушения дорожного покрытия, но и самой канализации. Какой ущерб от детской шалости нанесен коммунальным службам и как отреагируют родители на эксперименты своих чат? Вопрос пока риторический. Ротвейлер мусоронос. В сети появился видеоролик, где хозяин учит своего пса по кличке Пуся открывать входную дверь и избавляться от отходов жизнедеятельности. Сперва решительный Пуся хватает пакет с зубами и замирает перед входной дверью. Пуся, плень. Пуся, плень. Открывай. Открывай. Открывай, открывай, открывай. Ты мой зайка. Но замешательство было недолгим. Счастливый Ротвейлер выскакивает на улицу, едва не задавив дремавшего на ступеньках кота. Этим видеороликом в «Привет сейчас Саранск» поделился пользователь Александр Гришин. В эти выходные он был в числе зрителей автошоу «Поволжье», которое на площадке перед стадионом «Старт» проводится уже пять лет. Несмотря на дождь, за дрифтом наблюдали более 15 тысяч гостей и жителей Саранска. Пользователь Алина Паулкина хвастается своей коллекцией бумажных 10-рублевых купюр. Внушительный веер. Уже собрал более 50 лайков, а в комментариях его хозяйку назвали завидной невестой. Василий Васильев предположил, что это новая валюта – мордоллары. И там уже обсуждают, что можно на них прикупить. Машина из Папье-Маше улетела с дороги в забор. А как еще можно назвать это чудо – отечественного автопрома со следами изоленты на задней двери и топливном баке? Вот уж воистину чудесные времена настали, когда забор прочнее коня автомобильного. О чем, собственно, и пестрят комментарии под фотографиями дорожно-транспортного происшествия. Все мечтают о таком прочном заборе и добросовестных строителях. И нашей редакции номерок «Подскажите» не реклама ради, а безопасности для… А у меня на этом все. Ждем ваших новых событий и комментариев.